Проснулись. Доброе утро. А как переночевали? Хорошо, очень далеко. Не замерзли? Нет, вон в пальме мешок у меня прямо это монгольский, очень теплый, из верблюжьей шерсти. Из верблюжьей шерсти? Из верблюжьей шерсти, да, вот он. А это внизу, посмотрите, шкура из зубра. Шкура из зубра даже не дует ничего, даже мягко. И это тоже спальник, да? А это тоже спальник, но это пуховик какой-то. Это деревня Дали, да? Это вот Довитка, дал-то не знаю, откуда он. А, Довитка, да? Ага. Так. Довитка греется у нас. Да. В общем, то, что вчера намочили, вон, сапоги я поставила, носки. Да. Ага. Сейчас здесь тепло. Да, тепло. Ну, утром чуть-чуть порой этих покидали. Ага. Хоть немножко кинешь и сразу же тепло порой. Да. Железная печка же. Ну, железная печка же. Так вот. Молодожены спят у нас. Руслан, Иван, проснулись. Давид-то сто процентов спит. Давида, давай посмотрим. Ну, Давида, фирменные калоши. Кто знает, сразу знает, наверное. А у нас такое доброе утро. Сейчас не спеша. Ну, как некоторые проснутся, уже поедем. А пока сейчас так. Сейчас уже кофе пьем. Будем пить, точнее. Ребят, уже пьют. Собираемся. Позавтракали. Сейчас уже пойдем в путь. Поготовался. Мамушка у нас всем заправляется. Командует. Командует. Ха-ха-ха. Все так делать. Вот. Вот так. Там молодоженную работу. Лица пошли, в ходу. Вот так вот. так кстати проехали 130 километров от поселка до вчера но вы не подумать это 130 километров до ехали с зигзагами поэтому расстояние больше вода сильно упала очень опасно поэтому вчера медленно а сейчас у нас предстоит скоро в иркутскую область заедем а там уже фарватеры реки очень другой очень опасно поэтому опять тоже поедем там каждым годом все меняется ему на территории иркутской ну не постоянно ездит поэтому реку не очень знаем тем более осенью вода то сильно упала все дальше поехали сейчас отсюда ну прямиком где-то 70 километров осталось но это зигзагами все 100 километров еще осталось до уже где мы едем на родину бабушки так бензин и оставили личного груза не надо на обратном пути заберем да вы помоги сделать жилетом и жилетом компьютерами так так поэтому вот вот Субтитры делал DimaTorzok Сходили в туалет, сейчас дальше поехали. Видите, да? Заехали в Иркутскую область, уже вода грязная, темная стала. Ну там по жуе золото добывает. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 завтра бабушку завтра на коме муткой перед отъездом так почистил и уже у него завтра на воду примерно так сюда у нас ужин макароны наши уже спят так у меня в руках книга стоит это кульбертиново это родословная книга которая была написана с моим родственником кульбертиновым валером тихоновичем вот кубатина валерий тихонович вот который написал книгу он сейчас живет поселок сухачи амгинского района и республика сахарикуте он там живет до человек возрасте и он всю эту книгу он написал всю россию он проехал и написал книгу всех родственников собрал сделал родословную можно сказать древо жизни так говорят исходя от этого я родословную сделал да и вот смотрите сколько здесь родословных получается наш урод он через архивы все нашел наш урод начал 1780-х годов до 1784 года примерно так пошел до в архивов и получается нашем родословне было шесть братьев до шесть братьев и одна сестра семь детей да и оттуда вся пошла родословный кульбертиновых получается от поселка хамалко бодайбинского района оттуда пошла вот родословной да и выйти же и года из этих братьев поселились в этом месте здесь уже я они по сей получается по всей россии разъехались по иркутской области и забайкалия да и получается два брата они переехали уже я здесь и отсюда пошла цепочка наших родословных кульбертинов исходя из этого я здесь нашел наши стороны 1873 это инокентий да вот у них пошли вот николай ольга вот николай это мой прадедушка вот отсюда пошли да вот витя написано это мой отец отсюда пошла на и смотрим с правой стороны да и здесь пошли иванова катя спиридон вот смотреть они все видно на камеру вот они силы это они все это мама нашей бабушки александр николаевны и оттуда вот пошли вот видите николай василий шура вот и это александр николаевна оказалась моей близкой родственницей да я сейчас очень горд что она моя родственника что я ее сюда привез на родину спустя более 70 лет привезли с якутская история как началось да я весной этого года в мае когда мы ездили иркутскую область поселок перевоз я снял короткий короткий видеообзор про этот заброшенный поселок уже я после этого мне откликнула женщина зовут евгения она сказала что мама ешь не живет не то что же она отсюда из мужу и она детям рассказывал ее прежняя дочка видеообращение меня отправила да там александра николаевна сказала что она отсюда как увидел и виде она все вспомнила и после этого я съездил в якутск и предложил их не съездит на могилу отца и на могилу матери она очень обрадовалась и согласилась для сюда приехать на родину и вот мы сюда мы уже здесь находимся здесь александра николаевна не знает что мы родственники да давайте расскажу по порядку что как было да получается у александра николаевны отец отец николай да он был якутов он был из сунтарского района это получается 1934 году 304 представлять или 90 лет тому назад он приехал со своей дядей и сунтарского района перегоняли лошадей но ужую он приехал молодым парнем с дядей видать был помощником и приехав сюда он влюбился девушку и венки по имени анисия и семей кульбертиновых и обосновались здесь здесь обосновались тридцать восьмом году у них получается родился первый сын назвали николаем честь сада николаем потом сорок втором году родился василий и сорок шестом родилась наш александр николаевна семья где жили это время николай устроился ботайбинском районе переозе на золотые приспи работал старателем да в это время работал а жена анисия она сидела в деревне ухаживала за детей занималась охотой как венки и женщине все охотитесь и дети охотятся и получается когда александре его было пять лет это пятьдесят первом году случилась беда это случай был осенью пятьдесят первом году они всегда здесь было собаки заваяли где-то вот в этой местности собака зале река только встала и по время собаки поймали кабаргу и она как охотница пошла вот туда через реку пошла добыла эту кабаргу и сама воду упала ну осень река еще не встала но она выбралась после она заболела двухсторонней племонией да и она где-то неделю лежала больная до гонцов отправили до перевоза до николая николай приехал застала жену еще живой она лежала при смерти и сказала николай забирай детей и переезжай с этого поселка лужуя детям надо учиться и и и она сказала последний ты же хотел к себе на родину николай очень хотел себе на родину сунтарский район и она при смерти лежала сказала езжай свой род ну свои родные места сунтарский район с детьми и после этого здесь ее похоронили дом которую николай построил ну оставили досками забили и они переехали село перевоз перевоз село перевоз переехали николай с василием пошли учиться школу интернат а александра николаевна жила с отцу потом она пошла первый класс и она отучилась село перевоз до третьего класса до после третьего класса николай все-таки накопил к кое-какие средства наверное и они собрались сунтарский район хотели переехать и на двух лодках они поплыли значит поехали сперва в копру остановились ну так как николай был мастером на все руки и он устроился на токинском совхозе работать до работникам ну совхозе колхозе он с кем-то там работал и там остался получается и наша александр николаевна там школу пошла старший тоже школу туда пошли школу интернат токинскую они окончили и старший брат николаю пошел в армию до после окончания школу когда он был в армии случилась беда скончался николай отец их ней от рака да и умер когда александр николаевна училась в восьмом классе и после этого и похоронили напротив села пока есть ярко на похоронили серия арка получается и мне самое удивило что приезжих до хоронили через реку в селе ярко не сумму в току а там хоронили да и там похоронили по возвращению из армии получается вот старший брат приехал и забрал александр николаевна и они переехали в батагай батагай это северный район потом присоединился василий и они там жили и потом шестьдесят восьмом или каком году она переехала в якутс и по сей день там проживает я сейчас перевезли александр николаевну с якутска до устью вы это заброшенный поселок более тысячи километров мы перевезли хотели в силы лет только напротив то кода на кладбище отца она очень хотела да потому что она не было там и я попросил из местных они туда ходили ну кладбищу не нашли потому что кладбище не ухаживалась и она заброшен забросился да не нашли да и то время когда я вот это видишь уже выпускал первый да и мне один человек выходил он говорил вы не найдете он сказал что это кладбище потому что там все разбросано потому что тот человек который мне писал за байкальского края искал своих родственников он тоже не нашел да и мы так и не нашли потом приехав у жую мы вчера здесь искали старую кладбищу где может быть захоронена мама александр николаевна анисия ну мы не нашли не нашли и поэтому ну я очень горд что привезли ее и она оказалась с моей родственникой родственницей на сейчас хочу пойти и еще рассказать я не рассказывал хочу я сказать и наконец-то обниму как свою родную а ульту кубку готовить Никому не доверяете? Никому не доверяешь, посмотрите сколько она готовила Валерий Тихонович Кудбаттинов, он был родословной Кудбаттиновактен Николай, Гавриил, Мария, Николай Николай, Василий, Шураден Это я Это вы Получается, он был в Сагалоне Это мой прадедушка Я помню его Помните, да? Я помню его Он был в Сагалоне Витя, Юрий, Павел Это Витя, мой отец, Виктор И получается здесь даже, я покажу Вот моя бабушка, вот мой прадедушка Кульбаттинова У меня фамилия это Попов А со стороны бабушки Кульбаттинова Ну, ну, ну Мы получается с вами родственники Ничего себе Да В нем Да Ну, вот Столько поколений Ну, две поколения Вот Александра Николаевна Оказалась моей Родственницей Родственницей Вот Ой, как хорошо Ага Так Хотел бы передать огромное спасибо Валеру Тихоновичу Кульбаттинову За книгу, которую написал, нашел всех родственников Да Я до сих пор, можно сказать, своих родственников не знал Благодаря этой книге, прочитав, я узнал свою родословную со стороны бабушки Бабушка у меня была Кульбаттинова, а дедушка был Попов, да Поэтому со стороны бабушки, родственников особо хорошо не знал Прочитав эту книгу, изучив кое-какие-то материалы, которые Валерий Тихонович написал, я узнал о своих родственниках Очень много родственников моих по всей республике В Амурской области, Забайкальском крае, Иркутской области Очень много, да Поэтому я человек настырный От своего родственника не убежите, наверное, да Можно так сказать, да И самое такое, да Узнал, что Титов Иннокентий из села Токо мой родственник оказывается Так что, дядя Кеша, ты мой родственник Я поэтому хочу этим сказать Дядя Кеша, одолжи свой квадроцикл, хочу ехать поехать за захатом Так что, привет, дядя Кеша У нас начинается обед Всем приятного аппетита Спасибо Бабушка утку приготовила Утку давно не кушали, наверное? Давно, ага Давно, ага Ну, мы проехали от Сейкутска до Ужжуи Это 1110 километров Да, вот этот карту Вот этот Оставляем здесь, в этой избушке Так, участники экспедиции И вот здесь мы все расписались И там повешем Думаем, как достопречательность Пусть останется в этой избушке Так думаем Так, хозяева, главное Думаю, будут не против Все Повесили нашу информацию Откуда приехали Участники экспедиции И вот так Пусть в этом доме останется Как достопримечательность Люди посмотрят Так, экспедиция подошла к концу Проехали 1110 километров Из города Якутска От села Бяскёль 210 километров Значит, из села Бяскёль До Ужжуи Доехали за два дня Сегодня третий день И мы Возвращаемся Домой Так Думаю, экспедиция Удалась Так Давайте Все помашали Так Любовственные слова От Александра Николаевны Очень 76 лет Приехала Смотрела Посмотрела Все Спасибо вам большое Организаторам Так Хотел бы Лично От всего Нашего коллектива Сказать Огромное спасибо Группа Компании Легион Огромное спасибо Если не вы Мы сюда не приехали бы Спасибо Спасибо Всем До свидания Музыка Значит Поедет Владислав Михаил Вот Любу Знаете Люба Супруга Провожает Здравствуйте Здравствуйте Александра Николаевна Одевается Что помочь Что День Кожел Ух 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 Все Да Сейчас же Ух 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 Нормально Ха-ха Ха-ха-ха-ха Ух Ух Михаила, супруга, говорит, оденься. Так, проехали село Токо, остановились. Ну, сейчас перекусим, больше двух часов едем. Перекус берем, вот это второе время не ехать. Славка, на вес, пообедай. Так, у нас обед. Огурсы солиона ехать. Славка, на вес, пообеду, 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 пообеду. Я еще есть пирожки и мясо. Все, приехали в Алёк, Минск. Так, наконец-то Албана нас встречает на машине. Что, всем удобно, да? Всем удобно. Да, сейчас уже. Поехали. Завтра у бабушки самолет вечером. Допроводим до Якутска. И потом мы обратно уже поедем до своего села. Так, вот, гостиница Колос с бабушкой здесь становится на завтра. Что, пошли? Ага. Дай. Опа. Посмотрим, там, может, мест нет, да, может, местов нет, наверное. Смотрим. Так, приехали в авиапорт. Провожаем Александра Николаевна, бабушку. Ну все, всем пока. Пока. Как идете?